Я видел в тебе высокомерие, когда ты споришь с собеседником. И даже если бы я сидел здесь и надувал шарики, были бы те, кто говорили, Маша Аллах, как он красиво надувает эти шарики, посмотрите. И были бы те, кто говорили, посмотрите, как он это делает высокомерно, с каким видом он это делает. Но мы все-таки народ, чеченцы, у которых своего письма не было, как и большинство народов этого мира. И мы вот сейчас не должны пытаться усложнить, мы должны, наоборот, пытаться упростить. Аноним, однажды у вас в чате чеченский шнырь спросил меня, не стыдно ли тебе, русскому, за то, что творят русские. И отвечаю, не стыдно ли тебе, что чеченцы развратили мою религию свистоплясками и мольбой через могилы. Я не совсем тебя, конечно, понял, я так понял, ты мусульманин, видимо, раз ты говоришь про какой-то разврат. Но то, как ты ставишь этот вопрос, чеченский шнырь, ты задеваешь всех, ты пытаешься сейчас на всех чеченцев переложить ответственность за то, что тебя кто-то там из числа чеченцев обидел. Ты, дорогой друг, ну, корректнее просто выражайся, пожалуйста. Если у тебя проблемы с каким-то конкретным чеченцем, пожалуйста, разберись с этими проблемами, не переводя это в какие-то межнациональные вопросы. Мы твою религию не извращали. Мы трудимся над тем, чтобы все члены нашего общества соответствовали этой религии. Развратившие эту религию, как ты говоришь, точнее, те, кто погубили свои души, свои судьбы, религию они не развратят. Религия, иншаллах, будет до судного дня, чистая и истинная. А те, кто ввели в нее какие-то нововведения, они навредили лишь самим себе. Так вот, поверь мне, это далеко не чеченское ноу-хау. Если ты думаешь, что те нововведения, которые практикуются у чеченцев, это какие-то внутричеченские ноу-хау, ты глубоко заблуждаешься. Это как раз-таки тоже вещи, которые где-то взяты, откуда-то взяты. Ас-саляму алейкум. У меня были к тебе другие вопросы, но раз уж пошла новая тема, то спрошу тебя про латиницу. Какой она будет? Та, что была у нас с 92-го года или что-то новое? Ас-саляму алейкум. А, конечно, та, что была, зачем мы будем изобретать велосипед? Конечно, та, что была, это возврат именно к этому. Ну, у нас, смотрите, насколько я знаю историю вот этих вот перипетий с нашей письменностью, то у нас была арабская вязь какое-то время, потом у нас была латиница, потом у нас была кириллица, уже после того, как к нам пришли большевики, и мы оккупировали нас, мы стали частью Советского Союза. А потом мы, как только мы освободились, в начале 90-х, мы обратно вернулись к латинице. Затем новая оккупация сегодняшняя, нас обратно вернули к кириллице. Поэтому, да, конечно же, возврат вот к тому, к 92-му году, как ты говоришь. Я считаю, что мы должны это у себя популяризировать. Да, это сейчас сложно, потому что ты, когда ты хочешь быстро что-то там напечатать, ну, там многих, просто нет многих символов, просто на клавиатуре ты не найдешь. Там приходится как-то ухищряться, что-то гуглить там и так далее. Но я считаю, что мы должны это делать. Кто-то, по крайней мере, должен это делать. Наш глаз должен привыкать к таким текстам. И вы, кстати, заметите, насколько это легче читается, даже как хоть учитывая, что кириллица настолько распространена, да, а на латинице ты не найдешь ни одной книги, там ничего практически. Несмотря на это, когда вот ты что-то пишешь, на латинице смотришь, это очень гармонично как-то, ты это легко читаешь. Когда само слово на кириллице занимает там где-то 10 символов, то на латинице оно может занимать 7 символов, 6 символов. Это очень удобно и круто. Кстати, вот вы перейдя на мои вот эти каналы в YouTube и в Telegram, вот вы увидите, что я там все сделал латиницей. И я прям горжусь собой из-за этого. Не, брат, в IV веке нашей эры уже была у Лизгин своя письменность, может сделать кавказицу. Смотрите, еще раз повторяю, мы не должны изобретать велосипед. Есть те кавказские народы, ну, по крайней мере, народ один я точно знаю, это грузины, у которых есть своя письменность. И это хорошо, то, что у них она изначально была, и они ее сохранили, и на ней они, ну, это как бы ни в коем случае от этого уходить нельзя. Но мы все-таки народ, чеченцы, у которых своего письма не было, как и большинство народов этого мира, и мы вот сейчас не должны пытаться усложнить, мы должны, наоборот, пытаться упростить. И упрощением для нас будет именно латиница, так как эти буквы знают практически все. На этих буквах пишет большинство, наверное, того мира, с которым мы соприкасаемся. Кто-то может сказать китайцев там с индусами больше, но это не тот мир, с которым мы соприкасаемся, понимаете? Это нас больше интересует все-таки западная цивилизация. Поэтому для нас это более удобнее. И вопрос единственный, где может быть спор, это между арабской вязью и латиницей. Но про Кириллицу даже речи здесь быть не может, я в этом убежден. По поводу арабского, да, у вас будут такие, возможно, мнения, что лучше для нас будет арабское, и у них будут свои аргументы, это нужно принимать. Но в конечном итоге решение должны принимать не там блогеры, а специалисты в этом направлении. Я же на этот вопрос смотрю исключительно с точки зрения того, что наше государство изначально перешло на латиницу в 1991-1992 годах. Перешли на латиницу, был указ о переходе на латиницу. Поэтому я считаю, что мы должны популяризировать эту тему, мы должны подчиниться этому указу. А если в дальнейшем, может быть, там умные люди, лингвисты, философы соберутся, и они решат, что для нас нет, не это, а вот нужна арабская вязь, то, значит, будет таковым решение. Я же на это смотрю чисто как потребитель, с точки зрения удобства. Меня интересует только этот вопрос. Это как, знаете, банкноты какие-то, евро были банкноты, сейчас они новые сделали, до этого были такие, многие из вас, наверное, помнят банкноты, которые не помещались ни в один кошелек. Вот я как потребитель могу точно говорить, что это вот неудобно. Может быть, если мы поговорим со специалистами, которые эту банкноту издавали, они очень грамотно обоснуют, почему именно вот такая банкнота была выбрана, и у них будут свои доводы. Но я как потребитель буду оценивать, я скажу, вот чувак, меня вот все то, что ты говоришь, мало интересует. Меня интересует то, что в мой кошелек не помещается. Вот я бумажник свой беру, доллары прям вот идеально садятся. Там любая местная крона, там валюта, прям идеально садится. А вот засовываю туда евро, кончики торчат. Потом они мнутся. Вот мне неудобно, я ему скажу, понимаете. Вот здесь то же самое. Я исхожу из того, что кириллица, это неудобно. Мне неудобно писать по две буквы, чтобы один звук передать. Мне это неудобно. Я вижу, что это письмо не ложится на мой язык. Прям явно я это вижу. Поэтому я считаю, мое мнение, что для меня, как для потребителя, удобнее латиница. Может, для кого-то будет удобнее арабская вещь. Я один из первых зрителей и подписчиков, но хотелось бы, чтобы ваши дискуссии с Бартмаршо и Джамбулатом Сулеймановым проходили в корректной и дружественной атмосфере. Но пока у нас только так и проходили, у нас с ним не было никаких, и не будет, иншаллах, никаких некорректных форм. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, такого намерения у нас точно нет. С моей стороны за себя могу точно отвечать. Я думаю, что из их сторон ничего подобного нет. Я лично настроен абсолютно дружелюбно, корректно. И еще очень важно понимать, что какие бы ни были политические разногласия, это никак не влияет на какие-то личностные отношения. То есть, ну, какими-то там близкими друзьями мы так и так не являемся, но имеется в виду того, что мы имеем политические разногласия, это не значит, что мы теперь там где-то случайно встретимся и там друг с другом не поздороваемся. Нет, конечно, поздороваемся, спросим друг друга о самочувствии, о делах и так далее. Вместе попьем чай, посидим, пообщаемся. Это не... Мы должны уже привыкнуть к тому, что мы абсолютно нормальное цивилизованное общество, в котором есть разные взгляды, и эти разные взгляды, они где-то сталкиваются, они обсуждаются, и это не делает людей врагами. Нужно просто привыкнуть, свыкнуться с этой мыслью. Хаалит, ассаламу алейкумса, ваше тумсо, я видел в тебе высокомерие, когда ты споришь с собеседниками. Я понял, что все мы люди, и ты не можешь во всем мне нравиться. Мы не пророки. Я люблю тебя ради Аллаха, брат. Ваалейкум ассаламу араматулла баракату. Когда я веду какие-то публичные дебаты, дискуссии, споры, вообще любую деятельность, вот сейчас то, что я делаю, это кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться. Кто-то может в моей мимике увидеть какое-то высокомерие, презрение, а кто-то наоборот. Это в основном, знаете, это все зависит от внутреннего состояния человека. Изначально мы, когда мы имеем какое-то предубеждение, какое-то... забыл это слово русское. Короче, когда мы изначально предвзяты к человеку, то что бы он ни сделал, любая причина, мы ее будем воспринимать как какой-то негатив. В этом нет ничего плохого. Я являюсь публичной личностью, я поэтому изначально готов к этому. Меня никак не огорчает, что кто-то что-то там как-то подумал. Ничего в этом нет страшного. Сегодня ты так подумал, завтра ты можешь свое мнение изменить. И даже если бы я сидел здесь и надувал шарики, просто надувал бы шарики, делал узлы, и вот здесь вот показывал, и больше ничего не делал. Не говорил бы ни слова, ни хорошего, ни плохого. Вот весь мой контент состоял бы из того, что я надуваю разные шарики. Были бы те, кто говорили, Машаллах, как он красиво надувает эти шарики, посмотрите. И были бы те, кто говорили, посмотрите, как он это делает высокомерно, с каким видом он это делает. Понимаете, это так или иначе фон любой общественной деятельности. Поэтому меня это не огорчает. То, что тебе что-то показалось, и ты это так воспринял, ну, такое бывает. Я знаю себя, я знаю свои проблемы, я сам анализирую какие-то свои действия, по каким-то своим прослушивая или просматривая какие-то свои споры, дебаты, я тоже делаю какие-то выводы, считаю, что где-то что-то сказал неправильно, мог бы сказать, это лучше, если бы я делал вот так и так далее. Я тоже над этим веду работу и пытаюсь совершенствоваться, каждый раз как-то исправляться. А вы должны это просто оценивать, и если вам это нравится, вы можете об этом говорить, вы можете это не говорить. Если не нравится, также вы можете говорить, можете об этом не говорить. В общем, в этом нет никаких проблем. Я на такие вещи не обижаюсь. Субтитры подогнал «Симон»